Привет, друзья мои. Салям алейкум. Сегодня я столкнулся с очень интересным столпотворением, я бы так сказал. Вот я сегодня попал в один из районов Сингапура. Идут огромная куча людей, которые по виду напоминают индусов. И они тут со всех сторон, абсолютно со всех сторон. Вот. Там их тут огромная куча. Вот я сейчас покажу, там целая площадь есть. Вот там целая площадь людей, вот таких вот индийской расы, скажем так. Которые стоят и гудят. То есть общаются с собой, друг с другом на своем языке. При более внимательном рассмотрении они все оказались мусульмане, потому что они ходят в шапочках. И это значит, что это не индусы. Да. И они так чуть победнее. Какой напрашивается вывод? Да. Вывод следующий. Это либо Пакистан, либо Бангладеш. То есть соседние страны, которые выглядят так, как индусы, но при этом являются мусульманами. И тех и других здесь очень много в этой стране. Я имею в виду в Сингапуре. Вот, смотрите. Вот это место тусовки, место встречи жителей страны Бангладеш. Которых здесь очень много. Здесь они работают. Для тех, кто не знает, что такое страна Бангладеш. Бангладеш – это страна, занимающая последнее место по всем рейтингам. Самая грязная, самая перенаселенная и самая нищая страна в Азии. Разумеется, что им некомфортно жить у себя дома и работать. Поэтому они работают, живут в Сингапуре, где полная красота, фэншуй и полное отсутствие безработицы. Я бы даже так сказал. Ну, чтобы встретиться друг с другом и со своими соотечественниками, они вынуждены находить какое-нибудь место встречи. И вот здесь совсем недалеко от района под названием Маленькая Индия. Здесь он очень рядом. При желании можно найти огромную кучу индусов здесь везде. Очень далеко оттуда место тусовки всех граждан страны Бангладеш. Вот сейчас можно видеть типичного мусульманина с бородой и в чалме. Вот где-то он там был у меня. О, о, вот за моим ухом. Видите, да? Вот. Это сразу видно, что мусульманин. Даже можно видеть коров. Что интересно. Священные животные страны Индия. Кстати, для тех, кто не знает, Бангладеш тоже был когда-то частью Индии. Когда-то. И Пакистан тоже был частью Индии. Это была большая-большая страна. Но сразу же после обретения Индии независимости от Англии, почти сразу же через несколько лет, и Пакистан, и Бангладеш откололись от Индии, потому что они являются строгими мусульманами. Вот. Именно поэтому. А Индия, как известно, индуистская страна, где почти все приверженцы индуизма. То есть, вот такая вот религиозная проволочка послужила причиной раскола новообразованной индийской огромной империи. Простите за небольшую географическую и историческую справку. Уж так сложилось, что в процессе путешествий я расширю значительно свой кругозор и узнал очень много об этом мире. Вот так получилось. Меня зовут Олег Петров. Я путешествую по миру два года. Я путешественник с Украины. Сегодня ровно 23 месяца, как я странствую по этому миру. Сегодня 8 января 2017 года. 8 февраля 2015 года я улетел с Украины на Кипр. До сих пор я странствую, и сейчас я нахожусь в Сингапуре. Хотя такое ощущение, что я нахожусь где-то в глубине Индии, где я тоже был. Подписываемся на этот канал, наблюдаем за всеми-всеми событиями, ставим лайки, комментируем хорошими словами. Если вы никогда не видели жителей страны Бангладеш, вот, пожалуйста, у вас есть такая возможность. Ребятки, очень мало времени, поэтому мне надо бежать. Всем привет, всех целую и обнимаю, и всех с прошедшим православным Рождеством. Кстати, язык за моей спиной, наверное, бенгальский. Это язык, на котором говорят жители страны Бангладеш, а также штата, бенгальских штатов на востоке Индии. То есть, города Калькутта и так далее. Вот такие дела, друзья мои. А, возможно, даже и тамильский, потому что здесь все вывески на тамильском. Кстати, еще одна информация по поводу тамильского языка. Это язык юга Индии, либо севера Шри-Ланки. Называется тамильский. Язык тамилов. Очень чернокожие люди. Но на самом деле это как бы индусы. Южные индусы, либо северные шри-ландцы. Скажем так, северные ланкийцы. Тамилы, так? Это одна из самых древних наций мира. И один из самых древних языков мира. И что интересно, в этом языке 248 букв. Вот, это я выяснил, когда я был на Шри-Ланке. Там 248 букв. Разумеется, этот факт не мог проскользнуть мимо моего пытливого сознания. Я вот обязательно сейчас узнаю, что там, на каком языке это написано. Скорее всего, я ошибся. И скорее всего, это... А, все, я уже понял. Я уже понял, где что там и как. Значит, смотрите, вверху написано на тамильском. Внизу написано на хинди. Боже мой, какой я умный. Да пребудет с вами высшая сила, друзья мои. Будьте счастливы, здоровы и богаты. Пока.